На этой небольшой песочной площадке разворачивается настоящая битва. Спортсмены работают на износ, но сражаются с удовольствием. Для регбистов пляжная разновидность этого вида спорта – особая ниша. В начале лета силачи решили провести дальневосточные соревнования. Пляж Шамары собрал пять выдающихся команд. Пляжные регби проходят в два тайма по пять минут, перерыв минута или две, в зависимости от того, насколько устали игроки. Каждый сыграет с каждым, правильно? Каждый сыграет с каждым. Потом будут определяться победители. Пляжный формат буквально переворачивает игру. Тут и поле меньше, и игроков всего пять в команде. Борьба на песке, к тому же, выматывает куда быстрее. Но тем она и полезна. Так, например, считают регбисты 155-й бригады ТОВ. Моряки хоть и носят название «хулиганы», однако играют по правилам и щепетильно относятся к тренировкам. Молодая команда смогла войти в призеры и занять третье место. Говорят, при их маленьком пляжном опыте это достойный результат. Две недели. Это весь опыт, да? Это весь опыт, да. Две недели. Ну, перед полигоном немножко потренировались и вот выступаем. В августе месяце мы поедем в Севастополь на игрище, в МФ. Вот. Ну, и как бы, а да и пляжный вид спорта для нас будет как дополнительная тренировка перед Севастополь. А вот в лидеры сходу выбились два уже опытных коллектива. Это известный во Владивостоке клуб «Манжур» и представители американского футбола «Дикие панды». Последние, кстати, довольно часто становятся регбистами. Схожие виды спорта позволяют так делать. И что самое интересное, панды со своим стойким характером и техниками из соседнего футбола нередко выигрывают такие соревнования. Вот и в этот раз стали чемпионами. У нас подготовка к чемпионату и более функциональных тренировок, чем пляжный регби, нет. Это песок, это плюс полезно для здоровья, по большому счету, суставы и прочие-прочие вещи. Ну и тут за пять минут устаешь, как за месяц тренировок. Хорошо прям. Повозволяет хорошо поддерживать форму. Собственно, мы этим пользуемся активно. Сейчас в летний сезон регбисты начнут проводить открытые тренировки с товарищескими матчами. Шамаровский пляж будет принимать новичков и любителей этого вида спорта каждое воскресенье. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом. Новости спорта на восьмом. Новости спорта на восьмом. Новости спорта на восьмом.